итак переходим к 3 стратегии которая называется дропшиппинг что это такое модель работы по дропшиппингу заключается в том что вы находите хорошо продаваемые товары и потом когда у вас этот товар покупают клиент у вас покупает товар деньги вам уже приходят на аккаунт amazon вы находите аналогичный товар такой же сто процентов аналогичный у другого поставщика у него покупаете и напрямую своему клиенту отправляете то есть здесь огромным плюсом является то что вы в принципе не вкладывайте деньги в товар на начальном этапе то есть вы не замораживать и деньги сиденье у вас хранятся просто на карточке и оборачиваются через карточку здесь также меньше инвестиций нужны для старта порядка 500 долларов на оборотные средства можно даже я слышал кейсы когда люди начинали с 300 долларов маржа при этой модели работы где-то в районе 30 процентов от оборота то есть 10 тысяч долларов оборота в месяц 3000 долларов вы спокойно можете вложить себе в карман и огромным плюсом является этой инвестиции по факту продажи то есть когда у вас купили товар только тогда вы его закупаете когда вы получили деньги только тогда вы покупаете своего поставщика товар пару поставщика покупайте только после как вам клиент уже сделал заказ даже если вы такой товар клиент возвращает то вы просто возвращаете товар опять же обратно поставщику поставщик вам возвращая деньги вы деньги возвращаете клиенту то есть Вы полностью посредник между клиентом и поставщиком, и ваша самая основная задача по дропшиппингу – это искать как можно больше. И основная ваша задача в работе по этой системе заключается в том, чтобы искать максимальное количество абсолютно идентичных товаров с какой-то маржой. Это маржа может быть. Разница, вы покупаете по 5 долларов, продаете по 10. Вы на этой разнице уже зарабатываете. Вы можете покупать по 5, продавать по 20. Можете покупать по доллару, продавать по 5 долларов. Можете покупать по 10 долларов, продавать по 12 долларов. Или по 15. Можете покупать по 50, продавать по 100. То есть вам нужно просто искать поставщиков и страницы, где вы будете продавать с конкретной маржой. Главное, чтобы поставщики были адекватны, по хорошей цене быстро доставляли товар и отвечали на сообщения. И товары и страницы, где вы будете продавать, главное, чтобы там хорошо покупалось. И вот эта вот система как раз позволяет с минимальными стартовыми инвестициями тоже выйти на хорошие обороты объема. Также очень огромный плюс этой системы нет зависимости от товара и сезона, потому что вы можете торговать всем всегда и во всем. Если вы понимаете, что какой-то товар не сезонный, либо перестал продаваться, вы просто его перестаете продавать. Вам не нужно зацикливаться на нем, потому что у вас его нет на складе, вы деньги то не вкладывали, вас то не должно в принципе волновать. Практически нет рисков. Да, нет рисков в плане заморозки денег, комиссии Амазона и так далее. Здесь есть немножко другие риски, о них я расскажу чуть позже, когда начнем рассматривать минусы, но риски в этой стратегии тоже есть. Вам не нужен склад, не нужно хранить товары, вам не нужно закупать партию товаров, о чем я говорил выше. Если да, товар не продается сразу, вы его просто удаляете и перестаете продать. Либо, например, у вас товар хорошо продавался, но он закончился у вашего поставщика, вы тоже его перестаете продавать, находите другой товар. Очень огромный плюс является тот, что быстрый оборот средств и это быстрые деньги. То есть у вас деньги оборачиваются в течение месяца. Вам не нужно ждать полгода, три месяца, год для того, чтобы выйти в ноль. То есть у вас деньги достаточно быстро оборачиваются с достаточно хорошей маржой и прибылью. Теперь берем, идем по минусам. Вот последний плюс это демпинг. Демпинг является, как вы видите, и плюсом, и минусом. Сейчас расскажу в чем его плюс, в чем его минус. Плюс демпинга в том, что если вы находите, вы всегда ценой можете управлять. Вы каждый день можете несколько раз в день менять цену. И вы понимаете, что если кто-то такой же товар продает по вашей цене, либо дешевле, вы спокойно можете демпинговать. Вы можете демпинговать до прибыли в 1 доллар, в полдоллара. Почему? Потому что у вас нет товара. Вы его не закупали, не доставляли. У вас себестоимость товара, доставки товара на Амазон ее в принципе нет. У вас единственные расходы, это только на закупку. И вы от этой цифры можете плясать. Если вы понимаете, что цена между закупкой, цена продажи вам позволяет эту цену уменьшать, да, допустим, вы 5 купили, там по 15 продавали и при этом зарабатывали, то вы можете спокойно поставить по 10. И вы все равно будете зарабатывать, потому что вы деньги не вкладываете. Когда вы товар этот завозите на Амазон, то вы уже не сможете так демпинговать, потому что у вас просто, ну, вы будете работать в ноль или в минус. По системе дропшиппинга вы можете демпинговать, вырезать свою прибыль, но при этом продавать. Это является плюсом, что вы сами можете свою цену же ставить и постоянно ее слеживать, и постоянно ее менять в зависимости от того, как конкуренты ее меняют при продаже, и как поставщики ее меняют при вашей закупке. Почему демпинг является минусом? Потому что не только вы так можете делать, а так могут делать все. То есть вот это огромный минус, что ваши конкуренты, которые будут на тех страницах, на которых продаете вы свои товары тоже продавать, они точно так же могут демпинговать, и вам нужно постоянно с ними конкурировать. Это можно делать в ручном режиме, можно делать в автоматическом. А можно просто такие товары не искать, а искать товары, где вы будете продавать только сами, у вас маленькая будет конкуренция. Либо если даже она будет, то она будет адекватной, и вы будете по одной цене просто торговать с тремя-пятью другими продавцами, и у вас равномерно будет продаваться у всех. Но это тоже отдельные инструменты, которые позволяют это делать. Но здесь является все равно вот именно демпинг минусом, поэтому я внес его в минус. Также очень большим риском является по системе дропшиппинга, это большая вероятность нарушения правил. То есть когда вы можете торговать за патентованным товаром, товаром, у которого есть торговая марка, это опять же, если не разбираться, как правильно это анализировать, а в обучении это действительно очень важно понять, разобраться и не допускать этих ошибок, то когда вы будете это делать, вы будете минимизировать свои риски. Но здесь риски есть именно в плане того, что вы можете торговать товаром, которым запрещено торговать. Либо владелец торговой марки может на вас пожаловаться, либо создатель этого продукта. То есть тот человек, который имеет официальные документы о том, что эта марка, этот товар принадлежит ему, и он его производитель. Поэтому вам нужно просто более четче, скрупулезней относиться к выбору товара. Когда вы товар хорошо анализируете, изучили все нюансы анализа товаров, то вы этот риск просто будете минимизировать. Поэтому вот, если у вас кто-то пожалуется и запросит у вас официальные документы как поставщика, то у вас не будет, нет никакой возможности получить официальный документ. То есть в этом является риск именно торговли по этой стратегии. Также минусом этой стратегии является то, что вам нужно, ну и минусом, и скажем, ну и плюсом, выкладка одновременно огромного количества товаров. То есть по предыдущим стратегиям вы можете там положить 1, 2, 3, 5, 10 товаров, и все, за ними следить. Здесь же, чтобы действительно хорошо зарабатывать, вам нужно, чтобы у вас было не 1, 2, 3, 5, 10, даже не десятки, а сотни товаров, сотни, иногда даже тысячи товаров, чтобы вы там действительно хорошо зарабатывали. И эти тысячи товаров требуют, чтобы вы обеспечивали, вот нужно обеспечивать customer service, много ручной работы. Что это означает? Вам нужно следить за товарами, за поставщиками, за ценой продажи, потому что если кто-то на доллар поставил меньше, все, у вас не покупают. За количеством остатков товара на складе. Вам за этим всем нужно следить вручную. Есть сервисы, которые частично автоматизируют эти бизнес-процессы, либо это ручной труд, когда вы нанимаете себе помощника, который этим занимается. Это все автоматизируется, это все есть, но в начальном этапе в сыром виде это нужно делать вручную. Вам, либо вашим помощникам, вашим сотрудникам. Либо какой-то сервис оплачивать, который будет помогать эту работу делать за вас. Ее упрощать и автоматизировать. То есть, таким вот минусом именно работы по этой стратегии является то, что вам нужно весь customer service, работу с клиентами обеспечивать самому. Это оформлять заказы, отправлять заказы, подтверждать заказы треками, переписываться с клиентами, оформлять возвраты, если не есть, переписываться с поставщиками, с поддержкой, с поставщиками на разных других онлайн-магазинах, смотря откуда вы занимаетесь дропшиппингом. То есть, здесь много такой ручной, рутинной работы, но преимущество этой стратегии, то, что вы не вкладываете деньги на старте, у вас меньше инвестиций на старте, плюс у вас хорошая маржа, порядка 30% от оборота. Это очень хорошо. Также, нельзя оценить качество продукции, которую продаете вслюпую. Это тоже такой огромный минус, когда вы закупаете товар и везете на Amazon, вы обязательно должны получить образец товара, чтобы вы понимали, что это за товар. По дропшиппингу у вас нет такой возможности, вы просто нашли по картинкам, по описанию, по техническим параметрам, может попереписывались с поставщиком, чтобы узнать, но вы его не пощупали. Поэтому вот здесь, да, вы не можете контролировать качество продукции, но как я это сделал и как я буду вас этому обучать, я просто сделал аналитику по количеству продаваемых товаров, к количеству возвратов, либо жалоб, либо негатива. И если это, ну, есть определенная конверсия возвратов, если у вас там один из там 10-20 клиентов возвращает товар, это нормально. Да, если у вас там из 5 вернуло там 4 человека, тогда да, это товар плохой. Если у вас там 20-30-50 продаж товара было, и там 1-2-3 человека вернули, это нормально, не страшно. Бывает такое, даже когда я спрашиваю у клиентов о том, почему вернули товар, они говорят, товар классный, отлично, просто в шкаф не помещается, по габаритам не подходит. Все. Это не является тем, что у вас товар плохой. Вот. Если это отслеживать, тоже можно внедрить аналитику товара и каким-то образом хотя бы косвенно отслеживать качество продукции, которую вы продаете, и продавать, и делать акцент на тех товарах, в которых, в принципе, нет возвратов, либо они в рамках нормы. Также невозможность контролировать сроки доставки. Да, потому что здесь вы не отвечаете за это, но вы делаете таким образом, что просто делаете больший зазор, говорите, что там доставка будет до недели, а в течение обычно там 3-5 дней доставка проходит всегда. Иногда, да, бывают поставщики тупят, потому что есть праздничные дни, вы заказ оставили в выходные, когда они не работали, в понедельник у них очень много заказов, а вас отправили только во вторник, и получаются вот эти задержки. Поэтому здесь контроль сроков доставки тоже висит на вас, но при этом вы... Есть, опять же, аналитические инструменты, которые позволяют контролировать сроки доставки. Если они вкладываются там в 3-5 дней, это нормально, там вот 5, допустим, там до 8 дней, это стоит задуматься, чтобы у этого поставщика закупать. А если он превышает там 8 дней сроки доставки, уже можно либо с ним выяснять отношения, и понять, в чем это, это единоразовая либо постоянная проблема, либо просто менять поставщика. Почему всегда в дропшиппинге должно быть несколько поставщиков, у которых вы можете закупать, потому что у одного на момент заказа у вас клиентом товара может быть не быть нужного товара. Поэтому у вас всегда должен быть запас поставщиков. Это в двух словах об этой стратегии, со всеми плюсами и минусами, чтобы вы максимально просто могли разобраться на словах, а что же это такое. Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...